Город Магадан. Гимназия номер 30. Пётр Лебеденко. Сказка о чуде-чудище. Девицы-красавицы и сере-волчицы. Фрагмент. Читает Ульяна Полякова. Надела на себя рубашку-кольчужку Светланка. Простилась с красной девицей. И скорее в путь обратно пустилась. Идёт, дума-думает. Как поскорее тихий дон от горя избавить. Людям радость и вольную волю-волюшку вернуть. Идёт, идёт. Смотрит. На дороге лежит волчица. Её поджидает. Обрадовалась Светланка. Кинулась к серой волчице. За шеей её обнимает. Шерстку её гладит. Приговаривает. Здравствуй, серая волчица. Соскучилась я по тебе, как по сестре родной. А серая волчица тоже обрадовалась. Смотрит на Светланку. И глаза её радостью светятся. Села Светланка на волчицу. И пончалась к тихому дону. А в то время жестокая битва шла. Меж казаками и войском чудо-чудище. Храбро дерутся казаки донские. Но не устоять им перед страшной силой чудо-чудище. Свистят в воздухе их сабли острые. Летят на земь головы разбойничьи. А чудо-чудище в стороне стоит. Ухмыляется. Скоро, мол, конец тихого дона будет. Да недолго пришлось радоваться разбойникам. Принчалась вдруг на сере волчице. Девица-красавица. Косы от ветра её развиваются. Рубашка-кольчушка серебром на ней блестит. А в руках грозная палица волшебная. Серый волчица под ней, как добрый конь. Слезла Светланка с волчицы. Поклонилась пояс своему батюшке. Всем людям ратным. А потом подняла над головой палицу. И проговорила. Палица-палица, вольная удалица. За русская волюшка, вольная раздолюшка. Разгроми врага, сокруши врага. Сказала она так. И помчалась прямиком на войско чудо-чудище. Ударит палицы влево. Катятся десять голов разбойничьих. Ударит палицы в плаво. Двадцать голов катятся по донской земле. Летят Светланку стрелы отравленные. Рубит ее сабли острые. Да крепка рубашка-кольчушка. Не пробьешь ее, не разрубишь. Попятились полки чудо-чудище. А само оно вперед бросилось, держа в каждой руке по сабле. Увидела это Светланка. Подняла над головой пальцы. Ударила. Раз, другой. Двух голов чудо-чудище, как не было. Струсила чудо-чудище. Бежать хотела. Да не тут-то было. Светланка еще раз ударила палицей. Семь голов чудо-чудище лежат на донской земле. Слезла Светланка с волчицы. Обняла ее и сказала. Спасибо тебе за службу твою. Не забывай меня. Приходи ко мне к тихому дону. Тут и батюшка Светланкин подошел к ним. А за ним и весь народ. Обнял Светланку отец и сказал. Ведома нам, дочка, Что уходить тебе надо в над нас к тихому дону. Сослужила ты большую службу народу своему. И долго он тебя помнить будет. И ты помни о своем народе. Не забывай о нем. Ни в горе, ни в радости. Посмотрела Светланка на отца и ответила. Не печальтесь, батюшка, Что уходить мне надо в над вас. Хоть и буду жить я сто лет в рубашке-кольчушке, А сердцем всегда с вами буду. Сказала она так и превратилась в маленькую рыбку. Сяли ее люди на руки И отнесли к тихому дону. А серая волчица Еще долго-долго лежала на берегу И печально смотрела в воду. Старые люди говорят, Что когда приходил враг на тихий дон, Появлялась на серой волчице Девица-красавица В рубашке-кольчушке И с волшебной палицей в руках. И бежал тогда враг С тихого дона. Девица-красавица Девица-красавица